Я ее, если не нужно, нахожу на сайте с названием конструктор РПД Но я боюсь, что вы к этому сайту доступа не имеете Вообще не знали Но она отражена в таблице БАРС, которая приведена на сайте БАРС 2.0, да, как правило? Новый БАРС А? Новый БАРС Не знаю Не буду, я просто не помню Просто я набираю БАРС, я туда хочу попадать Мне дали как-то ссылку, у меня просто будет в кухах, что ли Просто я БАРС набираю, я сразу туда попадаю У нас баллы с вами представляются по следующим квитерам Первое, это лабораторные работы Я получаю данные у вас преподавателей и представляю вас Второе, это активность на занятиях Вот я вам не зря ставлю галочки здесь, да, для тех, кто там выступает, кто меня ловит на ошибках и так далее Если просто человек присутствует на лекции, он получает один балл, если он меня на чего-то поймал и так далее, то он получает большую числу баллов в эту лекцию Вот так вот ходит, я сейчас точно тут числа не помню, там баллы, массовый фейсбалок, по-моему, фейсбалок Зану не так То есть, посмотрите на знаете БАРС, ищите там Хорошо, спасибо А там актуальные этапылицы, я ее две недели тому назад обновлял, но там есть рубеж, да, был у нас так Теперь следующее обновление будет, ну, на ремонтных экзаменов Если вам очень актуально, чтобы у вас каждые две недели обновление шло То есть, если у кого-то будет мало баллов по текущей работе, но он на экзамене мне все расскажет Ах, как хорошо, да, то есть, можно будет с задним числом, ну, там баллы прибавить Ну, это надо рассказать, так что Ну, например, так Чтобы это отлично, 5 баллов, это отлично Понятно с этим вопросом? Да, спасибо Хорошо Значит, это у нас с вами шестая встреча Я думаю, что мы сегодня с вами тему не рассчитывали за помощью На следующей нашей встрече, через две недели, мы поговорим о теории динамического хаоса Об основах этой теории А последнюю, нашу встречу, последние две лекции, мы посвятим Носиком, ну, в частности, нечетким логиком Ориентировочная тема там будет у нас Ну, посмотрим Итак, мы с вами на прошлой лекции начали тему университет Мы начали с самой косой лекции по названию звена Грунберга Это сеть однонаправленного распространения Двуслойная В которой первый слой Ну, мы его назовем слойом А Это слой сенсорных нейронов, который никаких впечатлений не производит И один единственный впечатлительный нейрон Двуслой Потом мы рассказали, что эта замечательная архитектура Она замечательна своей простотой Позволяет нам реализовать целый ряд актуальных моделей обработки Первую очередь, это первый этап распознавания Она позволяет нам реализовать и две модели ассоциативной памяти Автоассоциативную память, когда мы восстанавливаем талон И гетероассоциативную память, когда мы восстанавливаем образ, связанный с эталоном Эталонный образ, связанный, ассоциированный с искаженной версией, с совхладным образом Потом мы сказали, что, ну хорошо, конечно, что у нас замечательная такая сеть Такие замечательные возможности имеют Но хотелось бы, чтобы у нас защитительный нейрон был не один А чтобы у нас был ансамбль нейронный Несколько нейронов, чтобы мы могли ассоциировать с каждым из образов Прибавили сюда нейроны Связи по-прежнему у нас это направленные В идеале В идеале Не в реальности, а в идеале Полный набор связей То есть каждый нейрон одного слоя связан со всеми нейронами другого слоя По крайней мере, если мы помним это не так Я вам говорил, число нейронов порядка десяти в одиннадцатой А число связей порядка десяти в пятнадцатой Как бы полный набор связей у нас должно было бы быть число связей десять и двадцать вторых, да? Ну, ну вот И сказали, что вот такая сеть фитфоновых тоже Театрин направленного состояния Уже называется фитфоновым Она была предложена Шенком Резенблатом В шестьдесят третьем, если не ошибаюсь, году Как модель МОЗКР Потом мы сказали, что вот если у нас такая сеть двуслойная И линейная То у нас возникает проблема линейной разделимости, которую показали Минский и Байпер А для того, чтобы решить проблему нелинейной разделимости или представимости Надо перейти к многослойной сети с нейронными активационными функциями нейлона И мы тогда получаем многослойный персетон Добавляется слой Хи И у нас, у многослойных персетонок, вообще говоря, требования на полный набор связей Ну, это не требования, это такой вот идеал, который снимается И этих слоев может быть много Для нас важны входной слой, выходной слой А внутренние слои мы называем hidden, скрытые слои Английский hidden Их может быть много Почему они скрыты? Потому что у нас же нейросети относятся к категории Module 3 System То есть неформализованная система Мы не знаем, что там внутри И вообще, по идее, знать не должны Мы предъявляем в сети пару образов Слои А, которые у нас считают выходным Слои С, которые мы мыслим выходным И сеть каким-то образом выключается Каким образом? Вот об этом мы с вами сегодня поговорим Я вам от прошлой лекции сказал, что Крузенблаг доказал так называемую теорему представимости Согласно которой Если сеть может представить какую-то пару образов Или пару повторов, если мы формально говорим Она может быть и обучена Но как обучить нейросети, он не сказал А это вопрос Сейчас вот идет такой большой шум по поводу нейросетей И часто говорят сети глубокого обучения Почему говорят не просто нейросети А почему говорят сети глубокого слова Оставим обучение Почему делают совершенно обучение? Потому что это основная проблема Нейросетей И если кто-то из вас интересовался этим вопросом То вы наверняка знаете, что современные нейросети Работают моментально Вопрос-ответ Вход-выход А вот обучение занимает Я вам упоминал об этом Очень много времени По крайней мере, мои коллеги Которые работали на дорогих видеокартах Тратили на обучение нейросети Месяц Если очень дорогая видеокарта И задача не очень сложная То недели Но даже если мы дни тратим Все равно понятно Работает моментально А обучаем долго С нами то же самое происходит У нас учат Вообще говоря, всю жизнь учит Только не все учатся А так родители учат в детстве Детский садик, если кто ходил В школу все ходили Потом некоторые в институты поступают, учат Ну а толку? Иногда бывает то И специалист, он дал ответ 24 Некоторые знают об этом А 5 и 5, 25 уже нет 6 и 6, 36 А 7 и 7? 49 50 Все, можно тебе долго давать Ну антистат мне уже выдает Ну антистат мне уже выдает 14 лет обучения Проблемы обучиваются Казалось-то, казалось-то, я вам сказал У нас есть правила обучения только На первой лекции сказал, посвященные нейросетям Если два нейрона одновременно возбуждены То сила с рядом Немного возрастает Замечательное правило Биологически мотивировано Только что автор там не замка Аполлон его Ну скажем так Позаимствовал у Бабкина Ученика и коллеги Ивана Петровича Павлова А как реализовать? Ну вопрос, первый вопрос А как реализовать это правило обучения? Я вам говорил про Мариум канал Да, если у нас, например, описываются векторальными строками состояния нейронных слоев То матрица А трансформирована на В Вот буквальный блок правил обучения кропа Ну это математика Написать там можно все, что угодно Можно написать про Гильбертово пространство А кто его видел? Это Гильбертово пространство Вот написали, а как реализовать? Ну что он еще думал? У нас это информатика, вы же в оптике Конечно Мы с вами первые лекции посвятили голографии Единственное, что мы использовали другой немножко формализм Мы писали В плюс первом порядке рефракции Вот, да? Угу Мы использовали гнездоистов И через кознативную кнопку Там тоже подобные процессы Волновые процессы Это не физика другая У этих волн Но тоже волновые процессы Тоже взаимодействие Еще в начале XX века Это слово голография не было и в помине Известный немецкий психолог Горчайтер В одной из своих работ Я не знаю, какой Непартамент этой работы Предложил рассматривать процессы Памяти и внимания Как процессы взаимодействия Волновых фронтов Возникающих при поступлении Стимулов В критикальной области В коле головного мозга В взаимодействии А на структурах Волновых фронтов Дифракция А голография это и есть Использование этих двух Хундаментальных физических явлений Дифрэнс и дифракция Дифрэнс и Дифракция Дифрэнс и Дифракция Дифракция Для восстановления А тут Здесь у нас какая-то другая Искусственная структура Связи Не голографическим способом Реализуется А как и элитрическим Как реализовывать? сработает у нас нет технологии вот в оптике в голове у нас есть регистрировающая среда которая реагирует на вот эту интенсивность взаимодействия а здесь нет таких структур сопротивления таких скажи так нет что мы подаем сюда напряжение сюда напряжение величина сопротивления нет такой гранисти что делать? поэтому приходится как-то истепляться и вот в плане обучения персептронов исторический первый, наверное, метод был это так называемый стокастический метод или метод тыка что делаем? мы берем нашу вопрос не обученную работу и первый этап обучения которое вообще присутствует при любой стратегии обучения исключая обучение по правилу ХБД инициализация инициализация сети она заключается в том, что весам внешнерозных связей придаются случайные малые значения вот эти два слова случайные и малые принципиально важны почему случайные, наверное, понятно? а почему малые? а потому что после инициализации у нас последует второй этап этап до обучения или этап корректировки весов на этом этапе мы будем изменять эти веса связи и нам нужно иметь возможность, должен быть диапазон, в котором мы сможем работать и изменять если мы сразу поставим большие веса связи, то нам особо двигаться цель некуда будет и у нас возможен такой вариант, что сеть войдет в режим насыщения и на жарбоне залегнет мы что-то пытаемся поменять, а ничего не меняется веса меняем, а только не меняется поэтому малые веса связи инициализировали сеть получили в результате инициализации матрицу весов W1 которая, ну, совершенно очевидно с вероятностью 0,9 в периоде не равна W референс то есть той матрице связи, которая нужна или можно ее обозначить WAB ну, мы рассматриваем для простоты два слоя А и В Дальше мы берем и добавляем дельта W ну, точнее говоря, мы добавляем дельта W маленькая и t юная то есть на каждую связь а можно матрицу ну, это уже деталь, да? ведь эту матрицу мы можем представить в виде вот таких элементов, да? маленькие добавки делаем что мы получаем? мы получаем W1 плюс дельта W получаем W2 после этого после этого мы что делаем? ну, точнее, тут надо было бы после инициализации написать этап ну, давайте 3.1 значит A входной эталонный вектор умножаем на матрицу инициализированную W1 получаем выходной вектор B' который совершенно очевидно не равен не равен эталонному B' не равен эталонному B' B' получаем B' который тоже совершенно очевидно не равен B' и мы сравниваем B' и B' B' то есть мы вычисляем ошибку которую мы назовем Дельта Дельта равняется B' минус B' B' Уровы стоп-стоп-стоп вот тут мы учитываем Дельта штрих который равняется B' минус B' а тут мы вычисляем Дельта два штриха который равняется B' минус B' А И сравниваем Дельта штрих и Дельта два штриха Возможно, вообще говоря, три варианта. Вариант первый. Дельта два штриха меньше, чем Дельта штриха. То есть наша матрица W два штриха больше соответствует той матрице, к которой мы хотим прийти. Ошибка меньше. В результате вот этой добавки Дельта W ошибка уменьшилась. Следовательно, W два штриха хорошая матрица. И наш, вот это, предыдущий наш шаг, правильный, мы его принимаем. И после этого мы можем вернуться на этап два и добавить в новую Дельта W уже два будет. Следующая. И вот так идти по кругу. Если у нас Вариант 4.2 Дельта два штриха больше Дельта штриха. Следовательно, у нас этот предыдущий шаг был сделан неправильно. Мы не приблизились, а отдалились от желаемой матрицы. Поэтому мы, вот этот наш предыдущий шаг, должны Дельта W Дельта W Мы должны убрать и вернуться к матрице W штрих. И для матрицы W штрих повторить вот эту процедуру. Добавив уже другую Дельта W. Возвращаемся к матрице W. Дельта W 1, наверное. А? Возвращаемся к матрице. Или это одно и то же. Да, извините. Очевидно. Возможно, третий вариант. ошибки равны Дельца два штриха равняется дельца штриха То есть мы добавили, а ошибка не изменилась Вот это, вообще говоря, более неприятный вариант Потому что если он возник на втором шаге, то он был бы и ладным А вот если он возник на две тысячи и там еще чего-то в каком-то шаге Или на два миллиона в каком-то шаге, этот шаг может быть мало дорогая То вот это уже неприятно, это означает, что мы пустую все Что тут нужно сделать? А тут нужно сделать вот что Нужно вернуться на этап инициализации И по новой инициализировать сеть То есть все, что мы перед этим делали, нужно забыть как дурной сон Сеть разобучить Хотя мы ее еще не обучили даже И инициализировать по новой Вот чтобы вот этого не было, поэтому на этапе инициализации Именно малые веса должны быть А можно еще раз, что мы делаем в 4.2? 4.2 У нас ошибка стала больше, чем ошибка на предыдущем шаге То есть мы отдалились от цели В первом случае ошибка уменьшилась, мы приблизились к цели обучения Во втором случае мы отдалились Значит мы предыдущий шаг только должны отменить Предыдущий шаг отменяем, но возвращаемся на шаг предпредыдущий А потом заново И новую добавку И вот эти добавки мы случайным образом Случайным образом Почему стокастический метод? Случайный или метод тыка Вот какой попадется И смотрим туда мы двинулись Не туда, туда, туда То есть каждый раз мы пытаемся Слегку и смотрим Приблизились? Приблизились, хорошо И идем дальше Принимаем и дышать Не приблизились, возвращаемся назад По новой пытаемся делать И вот так Мы с вами Мучаемся, 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 мучаемся Как показывает практика В большинстве случаев когда-то удается обучить сеть Когда? Сколько этих шагов? Очень много Как повезет Вообще говоря, очень много Я вот вам сроки нас получал Очень много Как еще раз называется? И вот Когда мы в конце концов А? Стокастическими Когда мы в конце концов обучили сеть пари векторов эталонных А и П То мы завершили одну Для одной пары обучили Но Зачем нам нужна сеть, которая помнит только одну пару векторов? Да? Такая сеть не нужна Да? Человек, который помнит только дважды двадцать четыре, а вы знаете, что двадцать пять и пять и двадцать пять А, трек-шесть, трек-шесть вы знаете Тек-шесть, трек-шесть, трек-шесть Ну так вот Видите, сколько вы знаете Нам нужна вот такая сеть, которая знает много всего Поэтому После того, как мы обучили одной паре векторов Мы продолжаем такую же аналогичную процедуру Для другой пары векторов Для второй Потом для третьей Вот сколько мы хотим сюда пары векторов запихать Для всех них мы продолжаем Но Вот мы Завершили эту процедуру для последней пары векторов Все хорошо Для этого у нас Ну так это никогда не будет нулевой Это будет в пределах Которые мы для нее определили Нулевой она не будет Точно Точно Мы не попадем Мы попадем в некоторую область С некоторой допустимой погрешностью Какова эта допустимая погрешность? Отдельные вопросы Обучение Вот это у нас называется эпоха Мы завершили одну эпоху обучения Но Когда мы обучали второй паре векторов Ведь у нас в соединении и висаты Те же самые, что для первой, что для второй Мы попортили результат обучения Для первой пары векторов Поэтому Завершив одну эпоху То есть обучив последней паре векторов Мы должны начать новую эпоху Мы должны вернуться снова к первой паре векторов И посмотреть, а что там А там все гораздо хуже, чем оно было А почему Почему хуже? А вот смотрите У нас же вот Пара векторов А и В Мы установили Вот две вот эти связи Для пары векторов А1 В1 Вторая пара векторов А2 В2 Связи-то те же самые И мы же их Их веса меняем Веса вот этой связи Эта связь работает и для первой, и для второй И для третьей пары векторов И сколько их у нас там А мы их меняем Мы их установили Вот мы мучились, мучились Подобрали Одну или вторую пара векторов Начинаем менять То, что мы подобрали, начинаем менять Испортили Вторая эпоха Обучили для последнего пары векторов Возвращаемся Снова испортили И так далее Потом у нас начинается Мало того, что Вот эти цифры для каждой пары векторов Для всех пары векторов А потом еще по эпохам Мама дорогая, сколько времени Здесь есть еще вот какая тонкость Вот в этой модели обучения Вводится такой параметр Он обычно обозначается буквой H Маленькая И принимает значение Из интервала 0,1 Который называется Темповым обучением На первых шагах На первых эпохах И вообще говоря, даже для одной пары векторов Для одной пары векторов На первых шагах Мы значение параметра H Принимаем равным единицам Или около единицы Большим А потом, чем дальше мы двигаемся Как в обучении одного пара векторов Так и по эпохам Мы значение этого параметра H Уменьшаем То есть мы Вначале делаем большие добавки То есть мы делаем большие шаги Чтобы приблизиться к нашей области Которой мы считаем У нас решение нашей задачи Находится А потом, для того, чтобы не испортить Результат обучения Мы наши шаги уменьшаем Мы начинаем маленькими шагами Поэтому мы значение ставим Вначале около единицы В правом случае единица А потом, но оно не ноль Никогда не уменьшается С одной стороны это уменьшает скорость обучения А с другой стороны это уменьшает У нас уменьшает Ту порчу, которую мы наводим На предыдущие результаты Вот динамика изменения этого параметра H Тоже тонкий вопрос И каждый раз его надо решать по отдельности Но вот такие методы, стихотические методы работали долго Но они, в принципе, до сих пор работают Теперь посмотрим внимательно на этот метр Что мы делали? Смотрите Вот первый шаг Мы вычислили ошибку D На первом шаге У нас была матрица весов Инициализация В результате инициализации W1 Произвольная какая-то матрица весов А теперь давайте представим Эту матрицу весов Распишем ее Распишем ее Как произведение Чего? Ну, какого-то А транспонированного Не поймешь какого На B Не поймешь какого Это я вопросительно не знаю Это не рисовал Ну, собственно говоря Если у нас тут не пойми что И тут не пойми что А что нам мешает Представить эту матрицу весов В виде А транспонированного Опорного Эталонного На B Не пойми какое С точки зрения формальной математики Никаких проблем нет Представили? Тогда Если это так Смотрите Мы на шаге Предъявляем Нашу матрицу весов Эталонный вектор А Рев Умножаем его На W1 Что это получается? Это получается А Опорный На A Опорный Транспонированный Умноженное На B Не поймем какое Первое Это что такое? Это скалярное произведение То есть мы получаем B' Которое Не равняется G А Пусть это скалярное произведение Ведем нервировку Пусть оно просто у нас Равняется 1 Это число Мы можем всегда вести нервировку Пишем просто B' На выходе Оно не равняется B Но мы для этого B' С вами Ввели ошибку Для этого Отсюда Что следует? Отсюда следует Что если мы эту ошибку Дельта Подставим вот сюда Выражение Для нашей матрицы Смотрите Что получается? Получается Что B' Равняется Дельта Минус B' Опорная Да? Как я написал? Плюс Если мы подставляем К этому Вражению Там плюс будет Сюда Плюс Там плюс 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 Да Все Поставляем вот сюда То мы сразу определяем Дельта В И мы за один шаг Сразу обучаем Нашу сеть Вот это называется Дельта Правила Разниплаты А можно еще раз С момента Когда мы получили Вот с этого Что дальше? Мы определили ошибку Эта ошибка У нас Позволяет нам Определить Вот этот Вектор Мы можем Подставить Вот в эту Формулу Для матрицы Весов Да? Вместо В Да? Получается Сумма Получается W1 Равняется А Эталонная Умноженная На Дельта Плюс А Транспонированная Эталонная Умноженная На Эталонный Вектор В А это у нас Что такое? Это требуемая Матрица Следовательно Вот это Что такое? Первое Слагаемое Первое Слагаемое Это Дельта W Все И вот это Называется Правило Розенблата Хорошо? Хорошо Ну конечно Да Тут Параметр H Надо Не забыть Потому что Мы же не одной паре обучаем Но все равно Все равно Смотрите какое колоссальное Облегчение Облегчение Но В чем слабость? В чем заморочка? В чем проблема? Для того Чтобы Применить Дельта Правила Розенблата Нам нужно знать Эталонные Значения Входного И Уходного Слоев Мы их знаем только для Входного И Уходного Слоев И мы их можем Применить Дельта Правила Розенблата Только для Двуслойной Сети Потому что Если у нас Сеть Многослойная Не зря же Они называются Hidden Мы вот эту Дельта Дабл Ю Поправку К весам Вычисляем только Для Международных Связей А для Скрытого Слоя Мы не знаем Его эталонного Состояния Поэтому Для Многослойных Сетей Дельта Правила Розенблата Увы Это не работает Что делать Ну Долгое Время Никаких Иных вариантов Кроме как Вернуться к тому С чего мы начали К стихистическим Методам обучения Не было До тех пор Пока Не помню В каком году Румельскарт И Хинтон А Хинтон До сих пор Здравствует И Является Одним из Вот скажем так Буру Современных Нейросетей И Предложили Алгоритм Обратного Распространения Ошибки Который Называется Error Back Propagation Вот о нем Мы сейчас С вами и поговорим И именно этот алгоритм Алгоритм Ограрного Распространения Ошибки И Лежит В основе Современных Методов Обучения Нейросети Почему Глубокое Обучение Потому что Много Слоев Мы Влезаем В внутренние Слои Часто Говорят Сети Обратного Распространения Или Метод Back Propagation Да Нужно знать эталонные Значения Всех Слоев Ну Мы Устанавливаем Связи Всегда Между двумя Слоями Для того Чтобы Устанавливать Связи Между двумя Слоями По правилу Резенблан Как Дельта Правила Мы Должны знать Эталонное Состояние Если слой Внутренний Скрытый То мы Не знаем Состояние Это Модуль Free System Черный Ящик Не знаю Часто Говорят Просто Back Propagation Опуская Слово Эррора И От этого Может Зайнуть Препутанцев Потому что У нас Сеть Фитфорд Редонаправленного Распространения А тут Мы говорим Об обратном Распространении Не Возбуждения Которые Проходят При работе А Ошибки Поэтому Error Бед Пропагающий Обратно Распространение Ошибки Часто Просто Бед Пропагающий Бед Пропагающий Бед Пропагающий И так Рассмотрим На примере У нас Есть Трехслойная Сеть Для простоты Состояние Нейронов Мы Будем Обозначать Маленькими Буквами А И Т Б Й И С К И Й и К Это Индексы Которые Обозначают Номер нерона Раз Два Три Ну и Стандарт Связи Матрица весов W И Матрица весов W С Большими Буквами А каждая связь W ИТ ЙТ И В ЙТ КТ Без связи Вот такие обозначки Состояние 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 текущего нейрона А На вход нейрона поступает то, что мы будем обозначать буквой ХЁ Состояние Вход Вход Нерона Это Сумма П И А И Д На В И Д ЙТ Т.е. выходы нейронов предыдущего слоя умноженные на весна связи А состояние нейрона, допомним, неринейно-активационная функция, мы будем означать B от N, F от X от N. Теперь это неринейно-активационная функция. Мы с вами из соображений удобства нашего вывода берем простейшую активационную функцию нейрона, всего его предложенную товарищем Гауссом. Другой угол Грозберг. Единица, деленная единица, прибавить экспоненты X. Мне просто удобно работать. Возможно, другие. А B это что еще раз? А? B это что? B это состояние нейрона в слое B. Йотового нейрона в слое B. А X это на выходе? А X это его входы. То, что поступает на вход, да? Входы обрабатываются неринейно-активационной функции. И оно логично для нейронов слоя C. Входы XKT это сумма UY, VYT, VYTKT. А выход в состояние CKT это неринейно-активационная функция от его входа. Вот такие состояния. Дальше. Концепция обучения. Как мы посмотрим на задачу обучения? А давайте мы посмотрим на задачу обучения, как на задачу минимизации ошибки. Что мы будем определять под ошибкой? Как мы определим ошибку? А ошибку мы с вами определим. Обозначим ее буквой E. Ну, например, если слой K на выходе, да? EKT. А в общем случае это может быть ошибка для любого слоя, для любого нейрона. Соответствующая мутикс не прикладывается. Мы ее определим как квадратичную меру. Ну, например, E, вот я написал EKT, я нехорошо написал E, C в слое C. И мы определим как сумму ОК от Си текущая минус Си эталонная в квадрате. Ну, и здесь еще введем одно второе, это просто для удобства. Это не принципиальный момент технический. Если мы определили нашу ошибку как квадратичную меру, то совершенно очевидно, что эта ошибка равна нулю в состоянии, когда сеть обучена. А во всех других состояниях эта ошибка больше нуля. То есть мы можем нарисовать некоторый вот такой условный график в зависимости ошибки от состояния сети. И вот обученная W-ре. Вот условно я нарисовал. На самом деле, поскольку у нас тут куча нейронов, то это гиперпространство будет. Да, не одна ось, а гиперпространство. И гиперповерхность гиперпространства. Важно, что у нас есть один минимум и какие-то склоны. Соответственно, наша задача попасть вот в этот минимум. Из того состояния, где мы оказались, из текущего состояния. Ну, в предположении, что у нас склоны этой гиперповерхности гладкие. В предположении, как этого нам никто не сказал еще, да? Ну, наверное, можно использовать градиентные методы спуска. Согласно? Мы берем производную и движемся по производному. Хорошо? Если так. Тогда поехали. Ну, первый этап. Как всегда, инициализация. Получили в результате инициализации матрицы W1 и V1. Какие-то случайные. Работаем в начале с выходным слоем. С отлоем С. Потому что мы в слое С можем определить ошибку. Мы же знаем эталонное состояние. И получили текущее состояние. При предъявлении нашей сети эталонного вектора А мы получаем текущее состояние С'. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз уже. Вычисляем ошибку. Е, С. А точнее говоря, мы вычисляем ошибку для каждого нейрона в слое С'. Поэтому мы будем обозначать эту ошибку. Ну, надо бы маленькую букву обозначать было, да? Давайте обозначим маленькую букву. Е в кадре. Вот, когда мы где-то правило резоноплаты говорили, мы использовали Δ, да? А сейчас мы ошибку ЕКТ обозначаем. И надо взять производную. ДЕКТ по ДВЮТК. Е, С. Для каждой связи определить эту производную. Для каждой связи мы должны очистить. Я смотрю на это выражение. И я не могу эту производную взять. Прямо вдруг. Но, я могу использовать цепное правило для взятия производной. Значит, я могу взять ошибку ДЕКТ по ДСКТ, наверное, да? ДСКТ по ДВКТ. ДЕКТ. Что получается? Первая производная. Первая производная. Это вот эта ДЕКТ. Я здесь уже его обозначил ДЕКТ. Ошибка. Да? Ошибка на нейроне. Вторая производная. Вот у нас активационная функция нейрона. Почему мы взяли такую активационную функцию? Потому что она очень удобная производная. Она описывает со следующим образом. Это СКТ умноженная на 1 минус СКТ. Если мы возьмем другую функцию, ну, другой будет нейронический вольген. И просто удобно. Более того, сейчас даже работают с активационными функциями, которые не имеют производной в точке ноль. Ну, как-то вот работают. А ДСКТ по ДВ это что? Это ВН. Состояние йотового нерва. Вот. У нас есть все данные. Ошибку знаем. На капельной нейроне. Текущее состояние сикатного нейрона знаем. ВН знаем. Текущее. Не эталонное, а текущее. Красота. Все. И вот эту процедуру мы выполняем для всех вот этих связей. Между слоем В и слоем С. Корректируем. Можно вопрос? Можно. Вот у нас есть Е ката. Это ошибка для катового нейрона. Да, да. А есть дельта ката. Ну, я просто вот так обозначил. У нас дельта. Дельта ката у нас. Да, дельта ката. Текущая ошибка. Это точно так. Си ката у нас слой. Мы вообще говорим. Вообще говорят. Здесь вместо Е маленькой катере нам ничто не мешает написать Е большое хитое, да? Ну, смысл тот же самый будет, да? Потому что для всех остальных это потеряет смысл, да? Только для катерного нейрона будет иметь. Ну, теперь дальше. После того, как мы обучили вот эту матрицу весов В. С учетом того параметра, темп обучения, да? Мы говорили о темпе обучения. Вот его никто не отменил. Мы используем этот параметр. Обучили. Теперь мы можем перейти к предыдущему слою. И, соответственно, к предыдущей матрице весов. То есть тогда В. Берем Дельта Е В Д Напишем вот так. В Д В И Т Й Опять-таки, взять не можем прямо в лоб. Ну, можем по аналогии цепное правило применить. Пишем. Давайте я здесь буду писать ДЕ, потому что это у нас необычные штаммы. ДЕ В Д по Д Чему? По Д В Й Т А Д В Й Т я могу взять по Д Х Й Т А Д Х Й Т я могу взять по Д В и Д Й Т Да? Правильно? Правильно! Значит, вот это у нас Что такое? Это у нас А Д В Й Т А Д В Й Т Умноженное на 1 минус В Й Т Потому что вот у нас В Й Т, да? А вот это у нас последнее А Д В Й Т Это что такое? Это СИ И Т Состояние А И Т А И Т А И Т А И Т А И Т А И Т А И Т Состояние Нерона в предыдущем слое А вот это первое производное А вот это первое производное Что это такое? Что это такое? Это Д В Й Т Или Д В Й Т Но мы ее не знаем Мы не знаем Что с ней делать? Как это будет? А вот тут мы давайте посмотрим внимательно на эту схему Мы видим, что ошибка на нейроне слоя B Ошибка на нейроне слоя B Является взвешенной суммой ошибок последующего слоя Обратное распространение ошибки, да? Вот на этот нейрон ошибка Приходят в обратном Физически они не приходят, они математически приходят, да? Ошибки вот этих нейронов последующего слоя Или можно сказать, что вот эта ошибка, да? Она распространяется вот на этот слой И размазывается по этим нейронам А мы обратно Вот как мы в оптике используем метод обратного хода лучей Так и здесь обратно смотрим, да? Вот мы можем написать тогда Сумма ДЕБТ На АДВЁТ Это ДЕБТ Или ДЕЮТ Точнее, да? Потому что ЁТ уже обозначает, что у нас Немноженное Б Можем писать следующим образом Сумма По ДЕБЁТ По ДЕБЁТ мы ее сразу взять не можем Потом ДЕБТ По ДЕБТ Сумма ДЕБТ ЕСИТ, по ДСИКТ, ДСИКТ по ДХКТ, а ДХКТ мы можем взять по ДВИОД. И тогда что получается? Тогда получается у нас сумма, сумма почему? Сумма ПК, сумма ДКТ, сумма ошибок по следующему слою, ДСИКТ по ДХКТ, это СИКТ от единицы минус СИКТ, а ДХКТ по ДВИОД, это ВИТИОД. ДХКТ, ИТ, ЙТ. Первый число, скажите, да? Вот у нас вот это, да? Веса, которые извешивают ошибку в последующем слое. Сумма ошибок по следующему слою, взвешенных вот этими весами. Ну вот и всё. Смотрите. Первый, второй и третий. Надо переписывать общую формулу? Или не надо? Не надо, да? Понятно. Вот, мы получили формулу. Мы всё знаем. Мы знаем ошибку в выходном слое. Мы знаем состояние геронок. Мы знаем веса. Мы знаем текущее В. Мы знаем текущее АИТ. И теперь вот эту процедуру, сколько бы у нас там не было скрытых слоёв, для каждого скрытого слоя мы продолжаем, двигаясь от выхода ко входу. Потому что на каждом шаге назад мы уже знаем ошибку. Вот если мы двигаемся назад, у нас тут ещё один скрытый слой, но вот ошибку вот этого последующего слоя мы уже знаем, вот на предыдущем шаге мы её получили. Вот так мы двигаемся назад. Метод Error Back-Propagation. Обратно распространим дальше. И вот когда этот метод появился, все очень обрадовались. Вы что появились? Смотрите, метод умтеку случайно. От фонаря, от балды мы перетали какие-то значения. А тут у нас появилось какое-то правило. Мы знаем, куда двигаться. То есть объём вычислений при обучении существенно колоссально уменьшился. Сразу всё стало гораздо быстрее. Но! Есть ли тут какие-то подводные камни? Конечно, есть. Они есть всегда. Ведь подводных камней не бывает. Идеальных методов, которые решают все задачи, даже одну задачу сразу не бывает. Которые камни есть. Какие? Смотрите. Я могу это сделать? Угу. Первый подводный камень. Мы с вами говорим, что у нас матрица весов связи в идеале формируется по правилу произведения вектору. И мы вводим ошибку как квадратичную меру на этой алгебре. Для такого случая у нас гиперповерхность ошибки в пространстве в состоянии сети или в пространстве в состоянии весов сети. У нас веса интересуют, да? Она имеет гладкий склон. Гиперпространский, да? Значит, тут вот не одна ось. А вот сколько у нас этих весов связи, столько и координат. Соответственно, если мы оказались вот здесь, то мы, используя метод градиентного спуска, плавненько скатываемся к минимуму. И попав в этот минимум, мы уже из него никуда не денемся. Не выпрямим. Но! Это для одной пары векторов. А у нас же, мы сказали, много пар векторов, которые мы хотим обучить нашу сеть. То есть для одной пары векторов гиперповерхности, для другой пары векторов гиперповерхности в том же самом гиперпространстве. Ну хорошо, давайте нарисуем для второй пары векторов гиперповерхности. Вот я имею обученное состояние для второй пары, а это для первой пары векторов. А вот эта итоговая гиперповерхность у нас какая будет? Она будет иметь вот такой вид условный. Тоже надо будет ее попозже дать. Два минимума. Микдониме сепаратриса. Мы обучили вот нашу сеть. Мы предъявляем мне какой-то входной вектор. Вот это текущее состояние сети бимбу. И теперь обученная сеть скатывается в ближайший минимум. То есть она входной вектор классифицирует как первый эталонный вектор. А если у нас текущее состояние вот здесь оказалось, то она скатывается вот сюда. Это уже не ошибка, это уже текущее состояние сети, да? А познает ее... С точки зрения сети он ближе ко второму эталону, чем к первому. Еще вот эта сепаратриса, она вовсе не обязательно симметричнее же, да? Она может быть смещена. Тут может быть широкий бассейн притяжения, а тут может быть узкий бассейн притяжения. И вот эти минимумы, они называются аттракторами. Точка притяжения. А вот это бассейн от трактора или область притяжения. Это уже работа. Хорошо. То есть у нас есть возможность двумя разными способами обучить системы? Да, мы можем управлять размерами. Это работа. Но мы сейчас пока еще говорим об обучении. Мы говорим о тех проблемах, которые у нас на этапе обучения возникают. И вот если у нас вот эта поверхность ошибки для двух пары гильторов, ошибки. Потом мы добавляем третью пару гильторов и так далее. У нас это все не на плоскость. У нас это гиперпространство. Взаимодействие вот этих гиперповерхностей может привести к тому, что появятся локальные минимумы. Более того, не просто локальные минимумы, а сложная структура, а враги. Ну, пока простейший вариант. И вот мы обучаем сеть. У нас вот здесь состояние сети. Мы используем метод градиентного спуска. Попарим локальные минимумы, и все. Но метод градиентного спуска не позволяет нам выйти из локального минимума. И что бы мы ни делали, Мы далеки от требуемого, от обученного состояния. Что делать? Как быть? Другой метод здесь. Ну вот тут начинают использовать разные методы. Вдобавок к методу R, 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 R. То есть я сам по себе, в честном виде, этот метод там не позволяет выйти. Какие методы? В первую очередь, это так называемые термодинамические методы. О чем идет речь? Речь идет о том, что используются некоторые аналогии с термодинамикой. Аналогии на уровне математической модели. А можно обращаться в нашем с вами разговоре, мы можем обратиться не к термодинамике, это такая немножко абстрактная для нас наука, а к простой механики. Вот представим себе, что вот этот рельеф, рельеф ошибки, это некоторый физический рельеф, который у нас не съедает рельеф, а вот этот сформированный рельеф. И вот это реальный шарик, в потенциальном поле земного тяготения. Он схатился, он попал на крайний минимум, а мы хотим, чтобы он попал сюда. Вот игрушки такие есть всякие, да там шарик надо было. Что мы делаем? Надо потрясти. Немножко, да? Вот эту конструкцию. Что значит потрясти? Потрясти это значит этой конструкции придать некую внутреннюю энергию. Мы передаем энергию конструкции, когда мы ее трясем. Механически мы можем. Или другой вариант. Шарик, чтобы он был не пассивным, а активным. Чтобы он подпрыгивал. Как дитё-малое. Вот студенты, они уже иногда во многом защитуют дети, но не малые, а большие. Поэтому они на лёгкости связают. А дети малые. Вот в районе года детишки. Это же ужас какой-то. У них там атомный реактор какой-то внутри стоит. И реактивнее двигатели во все стороны. Они остановились. Они как... Сколько у них энергии. Отпрыгивают все время. Бывает, что-то там хорошо поешь, но не переешь. Переешь? А я говорю, поел хорошо? Появляет внутреннюю энергию. Хочется скакать, прыгать и так далее. Вот. Чтобы Шарик скакал, крисал и прыгал. Тоже покормил. То есть дать ему внутреннюю энергию. Либо Шарику, либо этому рельефу. Не важно ничего. Тогда Шарик придет сам подпрыгивать. Попал сюда, он подпрыгнул и выпрыгнул. И дальше подскакал. Тот следующий локал, он снова из него выпрыгнул. Наскакал до локального минимума. Урора глобального минимума. И продолжает подпрыгивать. Или структуру трясет. То есть он не может в этом глобальном минимуме остановиться. Откачивать дальше, он может обратно в этот локальный минимум. И он может в соседний глобальный минимум перекачивать. Если сепаратриса низенькая. Что делать? А вот этот параметр, который мы использовали в темп обучения, его применить и к этой процедуре. То есть внутреннюю энергию системы по мере обучения, по мере приближения уменьшать. И тогда мы по началу прыгаем очень здорово. Эта система трясет очень здорово. А когда мы приближаемся, мы уменьшаем амплитуду вот этой трясочки. Если кому приходилось что-нибудь такое устаканивать, вначале надо потрясти, чтобы горка рассыпалась, а когда уже уменьшаем. Или приближается, если мы шарик накачиваем. А почему термодинамические? А потому что аналогии были заимствованы с термодинамики. И в том числе терминология идет оттуда. Вот, например, скорость уменьшения вот этого темпа обучения. Не темпа обучения, а дополнительной энергии подкачки. Внутренней энергии системы. Она может, например, соответствовать модели Каши. Она может соответствовать, и даже есть такой термин, машина Каши. Машина метрополиса. Это машина обучения. Не реальная машина, а модель просто. Другая какая-то модель, может быть. Говорят, колочек сети. Знаешь, что это колочек? Да. Вот у нас есть металл, например, какой-то. Мы хотим, чтобы он обладал высокой твердостью. Для того, чтобы металл обладал высокой твердостью, его используют процедуры закалки металла. Его нагревают, а потом быстро охлаждают. Что при этом происходит? При этом, сам металл состоит из таких областей, они называются доменами. Вот если мы эти домены металл быстро охладили, то эти домены застывают в состоянии неравновесном. Возникают внутренние напряжения металли. И закаленный металл часто бывает хрупким. Он твердый, но хрупкий. Но чтобы он был твердым, но не хрупким, применяют процедуру лоджика. То есть, нагревают металл до какой-то температуры не очень высокой, ниже, чем температура закалки. А потом медленно охлаждают. Что происходит? Вот эти домены, когда металл нагревается, они друг относительно друга шевелятся. И при медленном охлаждении скорости в шевелении уменьшаются. И они застывают в состоянии, когда внутреннее напряжение минимальное металле. Нет внутренних напряжений. В результате этого его хрупкость уменьшается. Вот это отшик. И та же самая модель применяется вот здесь. Естественно, никто нашу нейронную сеть не нагревает, а потом не охлаждает. Да, просто это аналогия. Поэтому термин термодинамический метод, или методы отшика. В стеклах, при варке стеклах такая же процедура применяется и так далее. Это один классический подход. Другой подход. Мы с вами упоминали на первой доводной лекции о генетических алгоритмах. Я вам говорил, сказал, что мы их рассматривать не будем. Но эти генетические алгоритмы оказались хорошим методом для быстрого поиска области глобального максимума. То есть мы оказались где-то далеко от глобального максимума. Пока мы скатимся сюда, мы применяем генетический алгоритм, и мы попадаем быстро в область глобального максимума. А потом включаем метод RRB Propagation. Комбинация генетических алгоритмов и RRB Propagation позволяет нам ускорить вначале приближение в область глобального максимума, а потом уже нахождение в этом глобальном минимуме уже с самого дна. Плюс еще здесь могут быть локальные минимумы. Для того, чтобы с этими локальными минимумами справиться, термодинамические методы. То есть это комбинация трех методов. Такие конкретно модели тут есть. Ну и так далее. И так далее. И вот метод RRB Propagation, по-моему, 72-й год, кстати, Арта и Хинтона, не помню сейчас точно. Не важно. В общем, давно. Половеку тому назад появилось. А вот этот вот бум нейронных систем относительно не дал. Несколько лет тому назад начался. Почему? А потому что вот все эти, считаем, 50 лет, почти 50 лет, люди работали над доведением этого алгоритма до ума. До технологии, которая может быть применена к решению практических задач. А не так с бухты-барахты. Вот как чиновничество наше думает, считает там, о, давай инновации. Вот сейчас мы вам деньги дадим, а завтра инновации. Не получается. Не получается. Для того, чтобы получить коммерческие результаты, работать приходится десятилетиями, как минимум. То же самое Хинтон не работал. А потом вот несколько лет назад Хинтон, мужик хитрый, и он очень грамотно подачу результатов, когда дошли до коммерческих. Он очень грамотно его подал. И все так стало. Ой, счастье-то какое у нас появилось. Тоже важный вопрос. Но все это на основе работы. Какое фундаментальное исследование. Десятилетиями продолжались. А не так, как хотят вот эти... Без комментариев. Понятно с обучением? Понятно. Вопросы нет по обучению. Это вот просто самые такие ады, основы. Их долго. Но если обучили, то хорошо. Так. С обучением персептронов закончили. Вот вы сказали, что первая проблема это вот это. Какие еще проблемы есть? А? Какие еще есть проблемы? Или нет больше проблем? Нет. Ну вот. Значит, на самом деле. Проблем много. Основная проблема это проблема локальной кумии. Да? Основная проблема локальной кумии. Которая существует, вообще говоря, всегда, когда мы пытаемся использовать метод президентной оптимизации. Она всегда возникает. Она всегда возникает. Она и в других аспектах тоже возникает. В том числе иногда и при работе динамических систем. О динамических системах мы поговорим после перерыва. А это основная проблема у нас. Так. Тогда сейчас перерыв. После перерыва продолжаем двигаться. Переходим к динамическим нейросетям. Представляем… Ск polite. Эм Hackие Трех. Продолжение следует...